Представляем вашему вниманию видеоруководство по установке гусеничного комплекта SnowRider Pro. Настоятельно рекомендуем сохранять порядок действий, показанных в данной видеоинструкции. Если у вас недостаточно опыта или квалификации для выполнения работ, просим вас обратиться в авторизированный сервисный центр для проведения установки комплекта на мотоцикл. Установка комплекта начинается с передней части. Не пренебрегайте порядком действий, указанных в данной инструкции при монтаже комплекта на мотоцикл. Подготовка к установке передней части комплекта. Снимите переднее колесо. Снимите переднюю тормозную систему в сборе. Тормозную машинку, гидролинию, суппорт. Снимите защитные щитки с перьев вилки. Установите переходные адаптеры. Установите лыжу на место колеса, используя штатную ось колеса. Установить фиксирующие хомуты канавкой вверх, на перья вилки. Прикрутить внешнюю скобу хомута, но не затягивать. Хомуты устанавливаются в максимально нижнее положение. Совместить крепежные отверстия опоры лыжи с отверстиями в хомутах и закрутить фиксирующие болты. Затянуть фиксирующие болты между хомутами и опорой лыжи. Затянуть скобы фиксирующих хомутов. Затянуть ось крепления лыжи. Установить защитные щитки перьев вилки. В случае получения комплекта с предустановленной системой Surface Control System, передний амортизатор не прикручивается к лыжи до полной сборки сноубайка. Подготовка к установке задней части комплекта. Снимите защитный пластик, сиденье, бак. Снимите приводную цепь заднего колеса. Снимите защитные пластиковые накладки рамы с обеих сторон. Снимите боковую подставку мотоцикла. Открутите гайку крепления оси заднего маятника. Снимите брызговик заднего амортизатора. Открутите главный тормозной цилиндр. Снимите педаль заднего тормоза. Открутите нижнее ухо амортизатора и прогрессию от рамы мотоцикла. Извлеките ось заднего маятника. Отсоедините маятник с колесом и тормозной системой от мотоцикла. Открутите верхний крепежный болт амортизатора. Снимите амортизатор. Снимите слайдер цепи. Переходим к монтажу гусеничного блока. Ослабьте контргайку системы регулировки подрамника. Открутите фиксирующие болты подрамника на полоборота от закрученного состояния. Используя шестигранный ключ, переместите подрамник в исходное положение, максимально сдвинув его внутрь рамы. Установите переходные адаптеры в подрамник. Ослабьте фиксирующий болт слайдера цепи и переместите его в максимально верхнее положение. Извлеките болт крепления штока. Установите упорный шток. Внимание! Расположите гайку с левой резьбой в нижней части. Не забудьте установить дистанционные шайбы, как показано на экране. Затяните фиксирующий болт опорного штока. Извлеките дистанционную втулку из верхнего наконечника штока. Задвиньте гусеничный блок внутрь рамы мотоцикла штоком вперед. Совместите отверстие проушин подрамника с отверстиями оси заднего маятника. Установите ось крепления заднего маятника на штатное место. Важно! Не прикручивайте верхний наконечник штока к раме мотоцикла, оставив его в свободном состоянии. Оденьте приводную цепь. Вставьте замок, но не защелкивайте его. Используя шестигранный ключ, поверните болт регулировки подрамника до полного натяжения цепи. Затяните любой доступный фиксирующий болт подрамника. Извлеките замок и снимите цепь. Равномерно затяните четыре фиксирующих болта подрамника с усилием 70 Нм. В случае затрудненного доступа рекомендуется зафиксировать любые доступные из четырех болтов, отсоединить гусеничный блок от мотоцикла и надежно затянуть все болты с установленным моментом. Затяните контргайку болта регулировки подрамника. Оденьте цепь. Полностью установите и защелкните замок. Проложите тормозную гидролинию за упорным штоком. Установите дистанционную втулку в верхнюю часть опорного штока. Вставьте верхнюю часть штока в проушину крепления амортизатора. Установите штатный болт крепления амортизатора на свое место и затяните. Затяните контргайки упорного штока в верхней и нижней части. Помните, сверху правая резьба, снизу левая. Закрутите гайку оси маятника. Уберите подставку. Для устранения излишнего провисания цепи ослабьте фиксирующий болт слайдера. Произведите регулировку механизма. Норма провисания цепи находится в пределах 5-10 мм. После завершения регулировки затяните фиксирующий болт слайдера. Осталось совсем немного. Проложите тормозную гидролинию под баком. При необходимости используйте пластиковые стяжки. Установите тормозную машинку на штатное место и зафиксируйте ее. Обратите внимание, тормозная гидролиния ни в коем случае не должна находиться в непосредственном контакте с элементами выпускной системы. Установите бак, сидение и защитный пластик. Внимание! Итоговая высота сноубайка должна составлять 950 мм по седлу, плюс-минус 10 мм. Правильная геометрия сноубайка обеспечивает наилучшую управляемость и ходовые качества. В небольшом диапазоне регулировку высоты сноубайка можно производить, изменяя длину упорного штога. Только сейчас можно зафиксировать передний амортизатор системы Surface Control System, предварительно просверлив два отверстия диаметром 10 мм в корпусе лыжи. Установка гусеничного комплекта SnowRider завершена. После первого выезда проверьте натяжение трака и цепи в редукторе. При необходимости произведите регулировку. Произведите настройку амортизатора в подвеске в соответствии с режимами эксплуатации.